Привет с вас, друзья! Добро пожаловать в игру The Division. Сегодня мы рассмотрим вчерашний стрим с разработчиками. По поводу патча 1.7 стали известны новые подробности. Всего их 10, вот я о них и расскажу. Первая новость заключается в том, что теперь у нас комплекты из 6 шмоток. То есть, они делают ставку на то, чтобы мы в итоге отказывались и от экзотики, и от золота, а использовали только там, допустим, 6 снабженца, шепс, крайний мер и так далее. Но при этом мы получаем бонус от 5 и 6 шмоток, соответственно. Вторая новость это повышение гира, но оно какое будет? То есть, основного повышения гира не будет, но у нас будет глобальная валюта. Чем сложнее будет месяц, соответственно, тем больше вы будете получать валюты и повышать благодаря этой валюте свои шмотки, как я понял. То есть, у вас 256 шмотка, вы использовали на нее глобальную валюту, и у вас становится шмотка 260-я. То есть, у вас увеличиваются характеристики этой шмотки, тем самым растет гир. И вы сразу же можете увидеть у игроков, которые участвуют в глобальных валютах, у них растет гир, они сильнее. Вот. И тех, кто не участвует. Глобальные события всего будет 3 в течение недели раз в месяц. То есть, вот эта неделя будет достаточно напряженная. Еще раз говорю, чем сложнее будет прохождение, я имею в виду, в плане сложнее не миссия, тем больше глобальной валюты вы получите. И, как я понял, тем лучше вы повышите свой гир. Следующее изменение непосредственно комплектов. Силок. Раньше было 100% критического попадания. Теперь же, если вы в укрытии, у вас 100%. Если вы вне укрытия, соответственно, у вас 60%. Что касается одинокой звезды, за 6 вещей вы получите бонус постоянному урону, также получите бонус берсерк, то есть у вас повысится, скорее всего, перезарядка. Ну, тут написано механика перезарядки, как я понимаю, именно скорость ее. Зоркий часовой также получит ПВЕ бонус. Почему ПВЕ? Потому что, если вы 6 раз попадете в бота, это распространяется на рядом, вот эти все 3 метки распространяются на рядом стоящих ботов. Вот. На игроков это не действует. Что касается Львела Ниндзя, он будет перенесен на ПТС, как я понял, 1.8. Но там что-то с ним, в общем, химичит. И этот рюкзак, в общем, будет давать бонус непосредственно, если у вас нету какой-то шмотки. То есть он будет заменять текущую вашу шмотку. Допустим, у вас не хватает одной шмотки там альфа-связи. Ну, вот он ее и заменит, да, как нейтральная, скажем так. То есть вам бонус будет за 6 вещей давать, но при этом у вас одна шмотка, вот, Велла Ниндзя. И последнее, что самое, на мой взгляд, интересное. Меняют крайний мир, давно пора. Вот. За 2 шмотки вы получаете 25% к экзотическому урону. За 3 шмотки 15% защиты от элитных противников. 4 каждые гранаты, которые вы съели, в кавычках, вы 8 раз, ой, 1 раз в 8 секунд кладете себе в карман. Вот. За 6 шмоток вы получаете бонус к гранату, которую вы съели. За шоковую ваша сила навыков повышается на 15% на 8 секунд. За огненную увеличивается урон в оружие, а за газовую или флешку, она же ослеплялка, увеличение брони. Вот такие изменения, друзья. На самом деле, достаточно скудно, но ждем патч 1.7. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всех благ. Продолжение следует...